Всем привет, друзья! С вами Гусейн Гасанов, вы на подкасте «Территория спорта». В сегодняшнем выпуске узнаем о пяти самых старых действующих спортсменах нашей планеты. Говорят, что любви все возрасты покорны, но поверьте, все возрасты покорны и спорту, и мировым рекордам. Очень сложно представить себе, как 90-летний спортсмен ставит рекорд по бегу, или как в 75 лет можно успешно заниматься бодибилдингом. Однако, такие люди есть, и далее я о них вам расскажу. Итак, начнем. Бодибилдинг. Эрнестине Шеперт, 74 года, и она активно занимается бодибилдингом. Выглядит эта женщина настолько хорошо, что многие молодые девушки вдохновляются ее примером и начинают заниматься спортом. Бодибилдингом Эрнестина начала заниматься только тогда, когда исполнилась 54 года. Ранее же она вообще не любила спорт и предпочитала веселье. Теперь же Эрнестина ни на что не променяет тренажерный зал. Ее любых спортов перенял супруг, который тоже ведет исключительно здоровый образ жизни. В рацион питания Эрнестины входит только полезная и здоровая пища. Куриная грудка, овощи, каши, фрукты, свежевыжатые соки и яйца. Сначала она занималась аэробикой, чтобы подготовить свой организм к дальнейшим тренировкам. А уже после занятия аэробикой перешла к поднятию тяжестей. Тренером Эрнестины был обладатель титула Мистер Вселенная – Йонни Шамбургер. На сегодняшний день Эрнестина Шепперд занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая возрастная соревнующаяся культуристка. Эрнестина работает фитнес-тренером и рекламирует одежду для пожилых женщин. Прыжок с шестом Американский прыгун с шестом Уильям Белл, которому 90 лет, не попал на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Однако смог установить мировой рекорд и стать самым пожилым прыгуном во всем мире. Кроме того, этот отважный человек в прошлом был олимпийским чемпионом, как и его сын Эрл Белл. Самый пожилой прыгун с шестом вне конкуренции в возрастных категориях от 75 до 79, от 80 до 84 и от 85 до 89 лет. Уильям Белл перепрыгнул планку в 218 сантиметров. Сын спортсмена признался, что не только рад за рекорд отца, но и очень гордится им. А жена Уильяма сказала, что ее муж пошел на этот рекорд, чтобы покрасоваться перед более молодыми чемпионами. И далее у нас идет конный спорт. Самым пожилым спортсменом в конном спорте стал Хироши Хакатсу, 41 года рождения из Японии. Начал заниматься конным спортом он в 12 лет и продолжает это делать до сих пор. Жизненный девиз Хироши – если у тебя есть цель, ты можешь оставаться молодым. Он ежедневно проводит один час в спортзале. Впервые Хироши выступил на Олимпиаде в Токио в 64 году. Потом спустя лишь 44 года на Олимпиаде в 2008 году в Пекине. Хироши Хакатсу сумел попасть на Олимпиаду в 2012 году в Лондоне и выступить там, став самым пожилым участником. Он и сам считает, что эти Олимпийские игры – кульминация своей спортивной карьеры. Гимнастика. Самой старой гимнасткой является Йохана Квас из Лейпцига. Ей 86 лет. Йохана начала заниматься гимнастикой только в 50-летнем возрасте. И сейчас носит звание самой пожилой гимнастки мира. За прошедшие 30 лет Йохана Квас победила в 11 крупных чемпионатах. Спортсменка ведет здоровый образ жизни, тренируется в спортзалах, бегает и занимается йогой. «Это здорово попасть в книгу рекордов Гиннеса», – говорит сама Йохана. И заключительное, но не менее интересное – это забег на марафонские дистанции. Индус Фуаджа Сингх в возрасте 100 лет. Самый пожилой спортсмен, который завершил забег на марафонскую дистанцию – 42 км 195 метров – за 8 часов. Марафон проходил в Торонто. Победитель же данной дистанции пробежал расстояние менее чем за 2 часа. Когда Фуаджа добегал дистанцию, рабочие уже успели разобрать рекламные щиты и снять все спонсорские баннеры. Однако близкие до последнего поддерживали спортсмены. Разве эти люди не пример для подражания? Ведь глядя именно на таких сильных духом спортсменов, хочется достигать новых высот и ставить, если не мировые, то свои личные рекорды. Друзья, пишите в комментариях, что вы чувствуете, когда видите, как занимаются спортом пожилые люди. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя и будьте здоровы. До новых встреч.